Ну а прямо сейчас к другому событию переходим. В столице стартовали мероприятия, приуроченные к отъезду нашей сборной команды на Олимпийские игры в Бразилии. Всё началось в Александровском саду. Вы уже узнали, это одно из первых как раз в программе мероприятий возложения цветов к могиле неизвестного солдата. В церемонии участвуют, вот вы видите сейчас, министра спорта, главу национального комитета, справа ещё тренеры, спортсмены. Отдают дань памяти ветеранам, участникам Великой Отечественной. В сороковые, вы же знаете, произошёл уникальный случай, тогда две Олимпиады отменили как раз из-за Второй мировой. Благодаря подвигу наших ветеранов в той войне мы теперь можем рассчитывать, что больше ни одни игры из-за глобального вооружённого конфликта не отменят. Могила неизвестного солдата, мемориальный комплекс, один из главных комплексов мемориальных нашей страны. В 1966-м здесь похоронили останки красноармейца, который погиб во время обороны Москвы. В память о всех жертвах Второй мировой. Но и через год у комплекса загорелся вечный огонь. Возложение цветов – это только начало программы мероприятий сегодняшних. Дальше, что ещё запланировано? Несколько встреч. Позже слова напутствия нашим олимпийцам скажет Владимир Путин. Встреча с российским лидером пройдёт тут же в Кремлёвском дворце, а затем в Успенском соборе состоится торжественный молебен. Но мы с вами будем за этим наблюдать в прямом эфире. Посмотрите, сейчас за церемонией возложения венков. Там вот, если вам видно, с правой стороны, сколько людей ещё пришли на это посмотреть, на это событие. Но мы знаем с вами Александровский сад, как обычно, выглядит даже в будни специально для этого мероприятия. И сегодня все, кто хочет посмотреть, находятся за его пределами. Будем следить с вами за нашими спортсменами, которые сегодня только начали мероприятия, участвуют в мероприятиях, посвящённых их отъезду. Я напомню, что они не сегодня улетают, а 28 числа в заявке было 387 человек. Человек, но, к сожалению, поедут далеко не все. Но вот к этой минуте скажу вам, что 161 человек точно отправится. И при этом заявки 109 отклонены. Что будет с остальными в течение дня, надеюсь, узнаем самолёт уже завтра. Продолжение следует...